Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну вот многие писали мне о докторе Мясникове. Безусловно, конечно, врач из потомственной семьи, врачей. И, в общем-то, человек действительно лечил людей в Африке и так далее. Но связался с Соловьевым. Говорит, что Соловьев мой лучший друг, и я об этом ни капельки не жалею. К сожалению, мы все увидели истинное лицо Соловьева. Но я вам хочу, я попытаюсь сейчас вот здесь, в маленьком квадратике, организовать вам видео со звуком. Чтобы вы посмотрели небольшой фрагмент программы «Спасибо, доктор!» в эфире Соловьева. На YouTube-канале его есть эта запись. Слав Мясникова. Это, конечно, чудовищные вещи абсолютно. И человека назначили главой штаба по информированию людей коронавирусом. Кто-то начал говорить, что ну что вы, он просто устал. Он просто устал говорить одно и то же. Ну вот послушайте, что он говорит. Есть вещи, допустим, святые для каждого государства. Это флаг, это статус его президента. Неважно, как вы к нему можете где-то относиться. Он глава страны, паспорт которого вы носите. Так что, извольте его уважать. И на словах в том числе. Извольте уважать флаг, извольте извержать государственные символы. Не нравится? Засуньте язык, то, на чем сидите. То, что говорит Соловьев. И вдавитесь. Или делайте, что хотите. Пукан за режим. Да уж, извините меня за выражение. Вот мы то же самое примерно слышим сейчас от Мясникова. Почему это происходит? Почему люди, которые были абсолютно нейтральны в этом смысле, никогда никого не оскорбляли? Он довольно-таки неплохой человек, в принципе. Много у него, я еще раз скажу, почитателей. Много кто в нем разочаровался вдруг. После его высказываний, когда он назвал дебилами. Которые его критикуют. Но вы знаете, я могу сказать, что после вот таких высказываний задаешься вопросом, а что случилось с человеком? Что вдруг произошло? Что вдруг произошло с Соловьевым, когда пять лет назад смотришь передачи, и он говорит абсолютно разумные вещи, а сегодня он вдруг другой человек? И я не нахожу ответа. Деньги? Или это может быть какая-то обласканность властью? Ощущение вседозволенности может быть какой-то? Когда ты вот такую точку зрения занимаешь? Не знаю. Ну это отвратительно абсолютно слышать, и считаю, нужно подвергнуть самому жесточайшему общественному осуждению. Пишите ваши комментарии. С вами был Абудда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому нравится. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok